Элвис Пресли В июне 1954-го в студию «Сан» американского города Мемфис заглянул 19-летний водитель грузовика. Он скопил деньжат и хотел записать парочку баллад в подарок своей любимой маме. На этом бы все и закончилось, если бы случайно за песню слыхала помощница главы студии Сэма Филлипса. Она пришла к начальнику и сказала, «Сэм, ты вроде бы искал белого парня с голосом черного». Так вот, он сам пришел. Филлипс вызвал Элвиса на прослушивание. Парень скромно пел те же баллады, Филлипс слушал и скучал. Скучал, пока во время перерыва Пресли вместе с сессионными музыкантами не начал дурачиться и исполнил старый блюз Артура Кредела 1946 года «Всё в порядке, мама» в необычно ускоренной манере. Это была бомба. Песню немедленно записали и прокрутили на местном радио. Посыпались письма и звонки с требованием «Ещё». Тут же был отштампован сингл, и «Всё в порядке, мама» взлетела на вершину хит-парада. Этой же песней Элвис открыл свой первый концерт, состоявшийся уже через месяц. Через полгода у Пресли был уже свой почерк, а также личный менеджер с бульдожей хваткой и именем Том Паркер по кличке «Полковник». Паркер понимал, что вывести Элвиса на звёздную орбиту способен только крупный лейбл. Филлипс же заломил за перспективного парня 40 тысяч. Но «Полковник» убедил продюсеров РСА взять Пресли под своё крыло, заявив, на самом деле этот парень стоит миллионы. Вот что сказал об Элвисе Пресли Джон Леннон. «Когда я впервые услышал Пресли, то был поражён. Он пел не стандартным культивированным голосом, не горлом, а нутром, естеством своим». Конец цитаты. Что касаемо о коллеге Леннона Маккартни, он ничего не говорил, а просто исполнил свою версию знаменитого хита. Спеть «Всё в порядке, мама» почитали за честь ведущие мастера рок-сцены, среди которых Эрик Клэптон и Карл Перкинс. Феномен Элвиса Пресли сложился из нескольких составляющих. Певец был молодым, красивым, обладал бесподобным голосом, раскрепощённым поведением на сцене, исключительной работоспособностью. У него был классный менеджер и мощная раскрутка. Но главное, он был белым. В 50-е годы это стало решающим. С появлением Пресли чёрные ритмы окончательно проникают в белую музыку и уходить оттуда не собираются. Хотя Всемирный день рок-н-ролла отмечается по дате записи стандарта белых элли в 54-м, отправной точкой стиля является песня «Всё нормально, мама», записанная три месяца спустя. Именно Пресли распрутил рок-н-ролл до масштабов мирового уровня. Собственность песни «Всё нормально, мама» и начинается сам рок-н-ролл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok